За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 165 происшествий. Из них 16 преступлений, 8 из которых раскрыто. По 8 проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечено к ответственности 34 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 26 дорожно-транспортных происшествий. Из них одно ДТП с причинением вреда здоровью. 12 декабря текущего года около 18 часов 25 минут во дворе жилого дома по улице рабочей города Наринмара 65-летний житель округа, выезжая с парковки, не заметил остановившийся сзади автомобиль. Когда пожилой водитель стал выезжать с парковочного места задним ходом, он не заметил ребенка, выходившего через заднюю пассажирскую дверь из автомобиля, остановившегося сзади. В результате чего мужчина совершил наезд на пассажирскую дверь, придавив ногу несовершеннолетнему 2005 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок был доставлен бригадой скорой помощи в приемный покой Неницкой окружной больницы, где ему была оказана первая медицинская помощь. По данному факту сотрудниками отдела ГИБДД ОМВД России по Неницкому автономному округу проводится проверка. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска Управления Министерства внутренних дел России по Неницкому автономному округу задержан гражданин 1979 года рождения, находившийся в розыске, подозреваемый в совершении преступления на территории Неницкого автономного округа. Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Согласно постановлению Наринмарского мирового суда, гражданин водворен в изолятор временного содержания Управления Министерства внутренних дел России по Неницкому автономному округу. 14 декабря 2016 года в дежурную часть полиции обратился житель города Наринмара 1982 года рождения с заявлением, что неизвестный мужчина продал ему копию мобильного телефона, выставляя их за оригинальную продукцию. Со слов потерпевшего сотрудникам полиции стало известно, что к заявителю в районе здания администрации города Наринмара подошел неизвестный ему мужчина и предложил купить у него мобильный телефон iPhone 6s по цене его официальной цены. При этом продавец продемонстрировал документы на мобильный телефон и чек с реальной ценой. А когда заявитель поинтересовался у мужчины, почему такая низкая цена, злоумышленник ответил, что ему срочно нужны деньги для покупки авиабилета. Заявитель заинтересовал выгодные предложения продавца и он купил у него мобильный телефон за 15 тысяч рублей. Уже дома заявитель включил купленный мобильный телефон и при изучении меню понял, что телефон является копией. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 47-летнего жителя города Улан-Удэ, который вел торговлю мобильными телефонами iPhone 6s на территории города Наринмара, выдавая их за оригинальный товар, демонстрируя при этом поддельные чеки о реальной покупке телефонов в официальных магазинах. Сотрудниками полиции для проведения проверочных мероприятий изъято у злоумышленника три мобильных телефона. По факту мошеннических действий сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. На территории округа вновь активизировались мошенники по схеме «ваш родственник попал в ДТП». В дежурную часть полиции поступило три обращения от граждан по фактам телефонного мошенничества. В двух случаях граждане проявили бдительность и внимательность. Немедленно прекратили разговор с неизвестными лицами и позвонили родственникам и убедились, что все в порядке. Как ни печально, в одном случае мошенники все-таки сумели обмануть пожилую жительницу города Наринмара. Со слов женщины, 15 декабря текущего года ей на стационарный телефон позвонил якобы ее сын и сказал, что в результате ДТП он сбил женщину, которая в настоящее время находится в больнице и у нее сломаны ребра. Сразу же после этих слов в трубке прозвучал уже другой голос. Мужчина представил сотрудникам полиции и сказал женщине, чтобы отпустить ее сына и замять все проблемы. Ему нужны денежные средства в сумме 50 тысяч рублей. Я говорю, у меня нету 50 тысяч. Я говорю, откуда у меня 50 тысяч? Ну сколько есть? У меня только 15. Ну давайте тогда 15. Дальше как деньги передали вам? Деньги передала. Он говорит, трубку не бросайте, я буду вам все звонить. Я говорю, я не знаю, что где-то потерялась, не знаю, что у меня где и деньги. Потом я нашла, пришел парнишка, парнишка лет назад 15. Ну, 15-15. Ну, я ему передала. На стационарные телефоны жителей округа поступили звонки от неизвестных мужчин, которые представились сотрудниками полиции и рассказали, что их родственники попали в дорожно-транспортное происшествие, сбив при этом человека. И для решения проблем с законом требовали денежные средства. По всем случаям мошеннических действий сотрудники полиции проводят предварительную проверку. Полиция обращается ко всем жителям Ненецкого автономного округа. Будьте внимательны, расскажите о телефонных мошенниках и способах совершения мошеннических действий своим родственникам. При поступлении аналогичных звонков немедленно прекратите разговор с неизвестными лицами и позвоните родственникам. Убедитесь в том, что все в порядке. 18 декабря 2016 года на реке Печора в районе Тундрового шара в ходе рейдового мероприятия сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, Управление Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу задержали двух жителей города Наринмара, 1957 и 1954 годов рождения, у которых при проверке Санеева-Лакуша обнаружили пять рыб породы Нельма, занесенных в Красную книгу. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова